Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вы знаете, я уже говорил об этом человеке, Борис Корчевников, у него программа «Судьба человека». Вы знаете, приятный очень парень и хороший интервьюир, как мне кажется. Помимо всего прочего, генеральный директор телеканала «Спас». Мне он нравится, я считаю, что он очень достойный человек, очень воспитанный. Я знаю, что его программы любят очень много людей, смотрят очень много людей. Я считаю, что он достойный человек, он действительно очень верующий, набожный, воцерковленный, посещает какие-то места силы, святые места для него. Кто-то пишет, что немножечко он как-то вот уж слишком проникается гостем. Ну, такой стиль, может быть, такой стиль. По крайней мере, я несколько раз замечал хитрые ходы у него какие-то, когда он немножечко так, знаете, расшатывает человека для того, чтобы сделать интервью более интересным. Мне кажется, классный парень, классный и очень хороший человек. Борис Корчевников, добрый очень. Значит, вы знаете, все дело в том, что, поэтому я обратил внимание на эту публикацию, и она меня поразила названием. Название следующее. «Не дают». Борис Корчевников откровенно признался об отказах женщин. Вы знаете, я немало удивлен, но в статье написано о том, что Борис Корчевников неоднократно гостям в студии, ну, кто-то приходил один, второй, третий, вот понемножку понадергали, что называется, сам рассказывал о неудачах при знакомстве с девушками или в отношениях, когда он находился, и, значит, не дают относиться к тому, что один из гостей посоветовал ему просто взять, что называется, номер телефона. То есть Корчевников спросил совета, как вот все-таки вы познакомились с женой, как провести инициативу, и гость говорит, нужно взять, сейчас мы прочитаем кто-то, взять номер телефона. Корчевников говорит, пробовал, не дают. Ну, не растерялся гость в студии и говорит, что, мол, того, что, ну, время, значит, не пришло. Вы знаете, я немало удивлен. Почему? Потому что кому-то нравится, кому-то не нравится. То есть это нормально, с точки зрения, я имею в виду, именно мужчины и женщины. Какой-то девушке нравится, может быть, мужчина более, там, субтильный, какой-то нравится более, вы знаете, там, мужественный, то есть все по-разному. Здесь действительно, я думаю, что элемент судьбы, и Борис Корчевников, я думаю, что с учетом того, что он еще и очень воцерковленный человек, верующий, не должен ни в коем случае отчаиваться или впадать в отчаяние, что он не может встретить вот ту единственную. Думаю, что нужно молиться, предаваться действительно молитве и просить. И я думаю, что Бог сведет обязательно, проявляйте инициативу, безусловно, не нужно только на Бога надейся, сам не плашай. Но мне просто вот захотелось как-то обратить на это внимание, я думаю, может быть, вам тоже будет это интересно. Потому что, еще раз скажу, мне кажется, парень очень положительный и достигший довольно многого уже к своим годам. И удивлен, что у него не удается, чтобы сложилась личная жизнь. Всегда, конечно, когда личная жизнь не складывается, когда нет девушки той единственной, для которой хочется стараться, и как-то вот мужчина всегда, конечно, он одинок. И это одиночество можно использовать во благо, но все равно человеку нужен человек, как говорится. Значит, давайте прочитаем, что пишут. Борис Корчевников откровенно побеседовал с очередными гостями своей программы «Судьба человека» Вячеславом Разбегаевым. Известный ведущий пожаловался, что так пока и не смог найти свою вторую половину. Имеется в виду Корчевников. Значит, несколько лет назад Борис Корчевников сошел с актрисой Анной Сесиль-Свердловой, на которой, согласно некоторым данным, даже женился. Свою избранницу тогда еще просто актер не скрывал. Значит, в интернете находятся в свободном доступе фотографии пары с разных мероприятий. Значит, поговаривают, Корчевников и Свердлова сошлись на теме религии, и оба оказались довольно набожными. По слухам, они и познакомились в церкви. Но это довольно распространенная такая форма знакомства, когда люди воцерковленные, путешествуют по святым местам и так далее. И вот на этом фоне сходится общность интересов. Однако эти отношения долго не продержались, влюбленные расстались. С тех пор влече жизни Бориса Корчевников так и не обрел счастье. К сожалению, я считаю, к сожалению, мне кажется, что девушка рядом была бы очень счастлива с этим человеком. А в беседе со своими гостями популярный ведущий не раз, к сожалению, признавался, что никак не может найти ту единственную, которая бы скрасила его одиночество. Впрочем, беседа с актером Вячеславом Разбегаемым внесла некоторый оптимизм в Бориса Корчевникова, признавшегося, что он уже потерял всяческую надежду на личное счастье. Ни в коем случае, ни в коем случае не надо этого делать. Девушек очень много и не нужно, конечно, размениваться и знакомиться со всеми подряд. Он медийная личность, он этого себе позволить не может, потому что, ну что называется, он узнаваем и так далее. То есть он может знакомиться только в определенных местах, где тоже встречаются медийные люди. То есть выйти на улицу, познакомиться с девушкой, и она может с ним познакомиться, начать общаться не из того, что он ей симпатичен, а просто, например, потому что он известный человек, не знаю, может какой-то корреспондент или еще что-то там, какой-то материал про него, там разоткровенится с ней, а она там кому-то там перепродаст какой-то газетенки. Ну вот всякое бывает, да. Поэтому, конечно, познакомиться сложнее, когда медийный человек вот на такого уровня, как Корчевников, но ни в коем случае нельзя опускать руки, и уныние – это грех. Как не знать Корчевни, уныние – это грех в первую очередь. Нельзя предаваться унынию ни в коем случае. Оптимизм и настрой на лучшее, вера, по вере вашей да будет вам, я удивлен, если честно, вот этому. Ну, вы знаете, когда длительное время действительно может появиться такой элемент отчаяния, что все уже, и не встретить ту единственную. Но время приходит, что называется. Время приходит, и, как мне кажется, вы знаете, высшие силы, Бог, я не знаю, как вот сказать, да, я скажу, как я думаю, Бог, мне кажется, готовит нас к встрече с той единственной, для того, чтобы когда мы встретились, мы были готовы, и вот та школа жизни, которую мы проходим, она нужна для того, чтобы мы были более терпимы и сохраняли то, что уже, вы знаете, то, к чему относимся с особым трепетом. И нас какие-то жизненные ситуации, как мне кажется, учат в течение жизни, для того, чтобы, встретив ту единственную, мы, что называется, ну, где-то не сделали того, чего не нужно делать, так скажем. Вот что говорит Корчевников, вы семью создали в 40 лет, что ж, рано я крест на себе поставил, оказывается, а не было ли отчаяния, 40 лет, многие люди вашей профессии к этому возрасту уже успели жениться, развестись и снова жениться, говорит Корчевников. Значит, он согласился с точки зрения разбега его, убежденного, что лучше подождать и выбрать раз и навсегда любимую женщину. По словам ведущего, испытательные браки – это бред. Также Борис поинтересовался, как Вячеслав привлек внимание будущей жены. Тот объяснил, что надо просто попросить телефон, если женщина его дает, значит, контакт налажен. Ну, контакт для дальнейшего общения, что, в принципе, женщина как бы дает сигнал, что вы ей симпатичны, в том смысле, что она готова с вами продолжить общение и узнать о вас поближе. И тут Корчевников поразил всех, он сказал, я вам честно скажу, я так пробовал, не дают. Вы знаете, ну, не знаю, в принципе, как бы, ну, чтобы совсем не давали телефон, я не могу представить Корчевников, еще раз скажу, при всем том, что многие пишут, потому что слишком там он прям как-то вот даже лизоблюдничать, некоторые пишут. Я считаю, я представить не могу, что вот он подходит к девушке, начинает разговаривать, начитанный, интеллигентный, порядочный, достойный человек, и не дают телефон. Я представить такого не могу, такой ситуации просто. Ну, какая-то может быть, но не все же. Собеседник Корчевникова не растерялся, Вячеслав Разбегаев успокоил телеведущего, сказав, что выходит, просто еще не пришло время. Вы знаете, я могу сказать, что тема, на самом деле, достаточно серьезная, и Корчевников, я даже благодарен ему, что он вот так разоткровенничался, потому что он позволил нам поговорить на эту тему и поднять ее. Очень много сейчас одиноких людей, очень много людей, вот в больших городах особенно, например, в Москву взять, людей одиноких очень много. Москва город одиноких сердец. Вот кажется, народу много, и познакомиться просто. А где знакомиться? Люди работают, люди постоянно заняты работой. Или дорога, или работа, и так далее, и знакомиться просто нет. Раньше были какие-то, вы знаете, вот танцы, там вот просто люди встречались вечером. Не ночные клубы, нет, это вообще отдельная тема. А вот именно вечерние какие-то танцы, можно было прийти в парк, постоять, познакомиться и так далее. Сейчас где знакомиться? Вопрос. Вот где знакомиться? Даже людям не медийным. На улице многие стесняются подойти. Где? Куда? В библиотеку, что ли, идти? Понимаете? То есть, знакомиться в основном в период обучения в высшем учебном заведении или там в каком-то учебном заведении знакомиться, а потом уже сложнее и сложнее, с годами все сложнее встретить человека. И поэтому в данное время, мне кажется, в наше время вопрос довольно острый. Вот где познакомиться? И Корчевникову. Ну, в данном случае, конечно, я им одно могу посоветовать. Учитывая, что человек воцерковленный, молиться, верить. И все, конечно, случится всему свое время. Но вот эта проблема, я считаю, что она очень стоит остро. Очень остро. Поэтому вот эти... В Москве, например, процветают эти сайты знакомств, где люди знакомятся, там по геолокации, где ближе. Там очень много. Но тоже это не... Ну, это знакомство в сети тоже очень сложно. Может быть, кто-то захочет написать свою историю или вообще свое мнение относительно того, где можно познакомиться и как знакомиться. А может быть, кто-то даст совет Борису Корчевникову. Друзья, тема интересная. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. У кого нет второй половинки, а он желает всей души обрести личное счастье. Потому что я считаю, что, конечно, человек, когда он одинок, он должен быть цельной личностью. И только когда он наполнен, он может поделиться чем-то с другим. Но думаю, что когда ты находишь человека, близкого по духу, тем более, и с которым тебе очень интересно, и ему с тобой интересно, жизнь, конечно, играет совершенно другими красками. Значит, поэтому желаю всем, у кого нет второй половинки, вот в таком ключе, найти себе, что называется, близкого по духу человека. Друзья, ставьте лайки и дизлайки. Напоминаю, что есть Инстаграм. Присылайте интересные новости. Если нашли что-то в сети, обязательно это озвучим. Всем пока, до встречи.